Ситуация на зерновом рынке страны и меры по возмещению потерь аграриям в связи с засухой. Эти темы стали главными в ходе рабочей поездки председателя правительства России Дмитрия Медведева в Волгоградскую область. В рамках визита премьер посетил одну из крестьянских хозяйств Лавлинского района, где на месте познакомился с проблемами селян. Репортаж Светлана Олегбаровой. Еще весной урожай зерновых в России прогнозировался на уровне 94 миллионов тонн. Но уже в июле Минсельхоз снизил прогноз до 80-85 миллионов. Главная причина недобора – засуха в 16 регионах страны, в четырех из которых даже объявлен режим чрезвычайной ситуации. В Волгоградской области из-за засухи в конце июня постановлением губернатора введен режим чрезвычайного характера. Посевы погибли на площади около 600 тысяч гектаров, а общие потери товаропроизводителей оцениваются примерно в 5 миллиардов рублей. На полях фермера Александра Егорова последний дождь выпал 13 июня. Жара и суховей сделали свое дело. Сейчас колос из чменя всего 10-15 сантиметров высотой, в три раза ниже, чем обычно. Мы убираем здесь около 2 сантиметров зерна, при том, что мы посели полтора. Но дело в том, что убираем, потому что это семена, потому что нужно давать напоить. Потому что, значит, ну это не по-тресяцки. Низкая урожайность не только в этом хозяйстве, но еще в ряде районов области уже на протяжении трех лет. Ежегодная засуха заставляет крестьян искать пеки в отмещении убытков. И самое явное из них – это страхование посевов. Александр Егоров страхует свой урожай с 2010-го. Приходится, по его словам, буквально зубатиться со страховщиками. Не очень-то охотно они возмещают убытки крестьянам. Находит множество причин не выплачивать деньги. Не заплатили? Значит, по прошлому году у нас ущерб, задявленный поозильной пшенице, 4 миллиона рублей. Все, значит, заплатили. Не стали. К сожалению, по 2010-му году мы не нашли общего языка. И до сих пор задолженность пока остается. Мы пытаемся сейчас вот ее как-то разрулить. Необходимо поменять порядок экспертизы ущерба, отметил Дмитрий Медведев. Сейчас этим занимаются сами страховщики. Но надо привлекать независимых профессиональных оценщиков, которые бы также и анализировали, как вел себя сам страхователь. Какие меры крестьянин предпринимал, чтобы минимизировать последствия погодных катаклизмов? С страховыми компаниями везде одни и те же проблемы, потому что они не хотят возмещать. Надо нам, наверное, и на законодательство посмотреть, просто там пожестче его сделать. Это первое. Второе, конечно, нужно еще все-таки стимулировать сами хозяйства, страховать, потому что это дорога со встречным движением. Потому что если не страховать, так и интереса не будет. С другой стороны, они, конечно, обязаны возмещать, чтобы не было ситуации, как у вас в 2010 году, когда посевы были застрахованы, они ни черта не заплатили. Ну, мы сейчас начинаем такую просветительскую работу и думаю, что будет дорога со сторонним движением. Но помимо страхования аграрием в условиях многолетней засухи без поддержки государства не обойтись. Сейчас, говорил Александр Егоров, нам нужны отсрочки по кредитам, лизинговым платежам, удержание цен на топливо. Про цены поговорим, потому что я постановление подписал о пролонгации льготных цен на полгода. Так что в этом смысле все будет нормально. А по другим вещам у меня предложение, вы сейчас на совещании еще раз озвучите. Но, пожалуй, главное сейчас поделился с премьер-министром Александр Егоров – это удержать людей в хозяйствах. Ведь из-за неурожая заработки упали, механизаторы разъезжаются, а треть пашни в Лавлинском районе не обрабатывается. Обсуждение этих проблем продолжилось уже в администрации района. Светлана Олегбарова, Василий Кострихин, телекомпания «Ахтуба».